Сегодня наша тема Новгород, Новгородская республика, Александр Невский. И первое евангельское движение на Руси. Новгород, Новгородская республика. Вот вы упоминали, что вместо Киева стала Москва. Москва будет попозже. Вместо Киева стал Новгород. Новгород отделился от Киева. Это 1178 год, XII веке. И Новгород будет присоединён к Москве в 1478. То есть тут лет 350, наверное, независимости Новгорода. Территорию. Представьте себе территорию Новгородской республики. Это от Балтийского моря до Уральских гор. Такой страны не было в Европе по размерам. То есть даже наш Петербург, он стоит на территории бывшего, бывшей территории Новгорода. Балтийское море. Представляете ли? Размах. Потом, я сказала вам, это была Новгородская республика. Что-то было республиканского. Ведь везде Киев ставил своих князей. Своих этих братьев-то. Меньших, старших, средних. Поставлял князей. А Новгород, там существовала такая демократическая организация. Вече. Вечевое устройство. Я была в Новгороде. Вы были в Новгороде или нет? Знаете что? Это не за границу ехать. Это паспорта не нужны. Но это вы попадаете в совершенно оригинальную эпоху необыкновенную. Этот Новгород назывался «Господин Великий Новгород». И он называет себя до сих пор так. «Господин Великий Новгород». И там дивные памятники того времени. Так вот, можно эту площадь найти Вечевую. Где был Вечевой колокол. Пушкин торжест написал о нём Вечевой колокол, который звучал во дни торжеств и бед народных. Который созывал на Вече. И на Вече собирались, ну не то, что прямо весь Новгород, но, в общем-то, видные люди Новгорода. Это были, преимущественно, конечно, зажиточные люди, имеющие власть, какое-то значение. И они кричали князя. То есть они принимали его или не принимали. Если князь им не нравился, они, замечательное слово, они показывали ему путь. Путь вон туда, пожалуйста, на выход. По-моему, очень остроумно. Они не выгоняли его, а они показывали ему путь. То есть они его не хотели. Ну и ей кричали, люб нам, не люб нам. Вы знаете ли, что в русском языке существовало долгое время такие понятия, такие, скажем, письма ругательные, они назывались нелюбки. В которых не было любви, не высказывалась любовь. Так вот, нелюб князь. Или люб. И принимали его. Значит, вот такое было республиканское устройство. Но не только это. Новгород ещё очень держался независимо и крепко стоял на своих ногах благодаря своему географическому положению в близости к Европе, к Балтийскому морю. И он входил в союз Ганза. Это союз Балтийских государств. Море общее. Выходил Новгород на море. И другие государства выходили. Это Прибалтика, это Скандинавия. Это всё выходили на Балтийское море. И был у них союз торговых городов. И Новгород входил в этот союз торговых городов. Именно новгородцы родили эту замечательную историю про купца новгородского Садко, который дивные страны видал, в подводном царстве был. Афанасий Никитин тоже был новгородский купец, который отправился... Вот скажи, что его гнало за три моря в Индию? До Индии доехал Афанасий Никитин. Это же замечательная черта. Любознательность. Что там дальше? Что там за горизонтом? Ну так вот. И от того, что она входила в союз этих городов, то очень близкие отношения были с иностранными государствами теми. Они были торговые отношения. Это город торговый, и он господин. Там есть до сих пор торговая часть, есть часть храмовая, храмы, а есть часть торговая, где товары были со всего тогдашнего цвета. И торговые связи требовали известной грамотности. Поэтому в Новгороде, вы слышали или нет, берестяные грамоты? Берестяные грамоты, это, ну, бумаги не было, на Бересте писали. Но это свидетельство фантастическое. Не было грамотности в русских городах. В Киеве мы знаем, там детей учили князья, и то после этих трёх князей дело народного образования пришло в запущение. Но, особенно после татарского иго, это всё было разоено. Поэтому даже князья многие не умели расписаться. Они ставили крестики там вместо имени своего. А в Новгороде была грамотность, я хочу подчеркнуть, не просто грамотность, а бытовая грамотность. Когда письма писались, ты мне должен столько-то, я у тебя занял, я тебе должен, ну, такая торговая. Но вот если эти археологи, которые отрыли массу этих грамот, и вот, например, у меня я переписала даже любовное письмо. «Что ты, милый, ко мне не ходишь, или тебе с под глазу не уйти?» С под наблюдением, да? Да. Ну, это я вам коротко передаю смысл, но это довольно большое письмо. Бытовая грамотность. Богатейшая библиотека, которая не горела и не разворовывалась, не было татарского нашествия. Это следующий факт, что культура новгородских земель, новгородской республики сохранялась в неприкосновенности. Я вам говорила уже, политика Александра Невского была дружить с татарами, бить немцев и шведов, которые поползновения на землю делали. А татары, им не нужна была земля, вы понимаете ли? Они не хотели захватить Новгород и жить в Новгороде. Они хотели дани. И Невский не только платил дань, а он даже организовал сбор дань из других княжеств, чтобы утихомерить. Это очень дальновидный был князь, очень дальновидный. Причём как-то сверхъестественно дальновидный, потому что это не было в русской природе, как-то подумать. А что будет, если? Это мы вообще не способны думать. Но я сделаю вот этот шаг. Ну хорошо, а к чему он приведёт? Вы понимаете ли? Я смотрю сейчас, Дума принимает законы, а потом эти законы, им нужны дополнения, а потом нужно дополнение к дополнению, потому что закон выходит, и ты видишь, тут дырка, тут неясность, тут двойное и тройное толкование. Понимаете как? Значит, возвращают на доработку, и снова не идёт. Ну я не буду вам примеров приводить, у всех они перед глазами, там разные реформы. Поэтому вот это трудно нам продумать, ну как в шахматах. Если я схожу так, то он значит так. Значит я так, ну на пять, шесть ходов уже продумано. Мы никак не можем вот второй шаг продумать. Александр Невский мог. Я рассказала вам ситуацию, когда его сын хотел убить безоружных татар, и тот воспротивился со всей яростью, что ты не думаешь, как ты обидишь, как потом вся орда на нас придёт, разорит всю нашу сбережённую эту свободу. Вот. Вот такая история с Новгородом. Видеосеминария ТВС благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чём молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok